Весеннее тепло согревает улицы, а городские власти уже выращивают саженцы и рассаду. Они утвердили план благоустройства центральных улиц. Совсем скоро гостей и горожан будут радовать 420 тысяч цветов. Дополнительно высадят более 500 деревьев и около полутора тысяч кустарников. Городские власти планируют сделать заделы на следующие года. Для этого на клумбах появится более 3000 растений, в том числе многолетних. Благоухающие зоны будут в районе площадей Театральной, Циолковского, Соборной, Свободы, по Московскому шоссе, парке на улице Ленина и других. На разделительных полосах улиц Новоселов и Черновицкой будет проведено озеленение пестролистными и цветущими кустарниками. Помимо классических клумб, в этом году в Рязани появятся еврогрядки, овощные композиции, эко- и аптекарские клумбы. Дизайн и состав удивительных новинок пока неизвестен, но с приходом тепла каждый из нас сможет увидеть их своими глазами. Однако до чудес еще нужно добраться. Жителям Московского шоссе сделать это не так просто. Эта дорога – единственная артерия, которая соединяет большой город и несколько жилых домов. Каждый день люди ездят на работу и обратно, не имея возможности сменить маршрут. Местные автомобилисты знают каждый уголок этой ямы. Они засыпали ее щебенкой, чтобы хоть немного выровнять дно. Но эти 20 метров бездорожья все равно кажутся пыткой, ведь глубина в луже достигает полуметра, а машины по капоту ходят под воду. Новый дом построен. Около него сделали благоустройство. Приезжал все наше рязанское правительство, детскую площадку. Смотрели, все хорошо. А этот участок остался бесхозным. В 2015 году администрация города нам прислали письмо, что да, действительно, у нас дороги не соответствуют ГОСТу. И пообещали нам сделать все ямы эти, заделать и асфальт положить. Но сроки они не назвали и слова, данные пенсионерам, не сдержали. Инициативная группа хотела вновь жаловаться еще три месяца назад, но ранняя зима спасла их положение. Утрамбованный снег сделал то, что не смогли городские власти. Однако с наступлением тепла проблема возникла с новой силой. Вечером к нам приехала скорая помощь, и они, значит, так нам сказали, мы передадим по этому селекту, чтобы к вам не ездить, не будем ездить, так как у вас плохие дороги. К вам невозможно ехать. Мы, говорит, здесь все подвески оставим. Более 400 человек, среди которых дети, старики и инвалиды, оказались отрезанными от цивилизации. А ведь если кому-то из них станет плохо, то счет пойдет на секунды. Мы надеемся, что новый губернатор сделает то, что только обещал выполнить предыдущий. Продолжение следует...